Музыка Веры Музыка Веры Только будучи уже молодым человеком 17 лет, в 1881 году Греченинов поступил в Московскую консерваторию, где проучился еще 9 лет. Для продолжения обучения композиции переехал в Петербург, где школа преподавания свободного сочинения была значительно более развита тогда. Он поступил в класс Римского-Корсакова, тогда наиболее влиятельного и авторитетного композитора и педагога. В произведении Александра Греченинова оперы, в том числе детские, симфонии, романсы, обработки русских народных песен. И долгие годы он активно участвовал также в работе музыкально-этнографической комиссии при Московском университете. Церковная же музыка родилась в творчестве Александра Греченинова не случайно. С детства в церкви, в гимназии он солист церковного хора, и духовная музыка была ему очень близка, конечно. Послушаем песнопение Греченинова на обиходный распев «Благослови, душе моя Господа» поет молодежный хор Киево-Печерской лавры. Благослови, душе моя Господа! 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 И морей, и телы его человеча ся. Распятого жезаны при понтистем пилоте. И страдавша, и погребенна, И воскресшего в третий день описанием, И вошедшего на небеса, И сияща резнулю от сна. И паки грядущего со слабою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, И же от Отца исходящего, И же с Отцем и Сином споклоняема и славима Глаголовшего пророки. Во единую святую соборную и апостольскую церковь, И исповедую едино крещение, В оставлении грехов, Чаю воскресения мертвых И жизни будущего века. Аминь. Александр Хричанинов несколько отличается в своих духовных сочинениях От других московских композиторов этой школы При внешней схожести звучания. Он также иногда использует в своих песнопениях древние распевы, Но распев не является для него как бы незыблемой основой композиции. Он может использоваться или частично, или свободно развиваться. Монументальный хоровой цикл «Страстная седмица» Был написан гречанином в 1912 году И может быть назван вершиной духовного творчества композитора. Но, конечно же, надо иметь в виду, Что это произведение, как и многие другие произведения этого композитора, Написаны для концертного исполнения, А не для исполнения на богослужении. Композитор использовал как сугубо постовые молитвы, Включая те, которые звучат лишь раз в году Во время страстных богослужений, Так и молитвы всеночного бдения и литургии, Которые также в это время звучат. И таким образом в цикле оказалось 13 номеров. Послушаем сочинение из этого цикла «Чертог твой вижду спаси» Всполняет его Государственная Академическая капелла России. Песня «Чертог твой вижду спаси» 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 После же революции 17-го года Александр Кричанинов несколько лет концертировал В качестве дирижера и пианиста, А также продолжал работать с детскими хорами. Однако с каждым годом Стареющему композитору становилось жить Все тяжелее и тяжелее Среди беспорядочной и разрушенной революции И войной республики. В 1925 году, Будучи уже 60-летним человеком, Александр Кричанинов вместе С своей семьей решается Эмигрировать в Европу. Там более 10 лет он прожил в Париже, А с началом войны В 1939 году он переехал в Нью-Йорк. Александр Кричанинов В 1956 году Был похоронен на Свято-Владимирском Православном кладбище В городе Джексоне, штат Нью-Джерси, США. А сейчас еще одно песнопение Александра Кричанинова «В свете тихий». Песня «В свете тихий» Святые Госпавы Святого блаженого Иисуса Христа Святого блаженного Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. До новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Юрий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.